здравствуйте люди добрые люди добрые благородные наша встреча вам запомнится давайте знакомиться я домовенок Мишаня хотите про русскую фейсбуку и вы услышите своими ушами тогда проходите внимательно за рассказом следите в некотором царстве в некотором государстве а именно в том в котором мы с вами живем строилась на руси изба бывало без единого гвоздя себе из гусами и из бревен поднимали а соседи всех помогали готовая изба повесили образа и каждый уходящий в дом порога крестится и бог ждет поклон а с хозяевами а наоборот расширяет печка матушка ехали здоровья а потом так уж поголос на руси из-за тех красному углу привлечали гостей зажали на лавку по столу под иконами хлеб и соль подносились по плодам а в антонии та главная печка была от нее плясал вся изба ну посмотришь четвертом и занимает но пространство она съедает а наоборот расширяет печка матушка и кормит и обогревает от нетугов и хвори исцеляет щи да каша пища наша но какие калачи выходили из печи хозяюшка бывало к печи подойдет у куват возьмет подхватит чугунок да на стол а в печи еще хлеб подходит девят из него глаз не входит вот кочергу взяла и поправила дрова пусть жар равномерно распределяется да хлеб хорошо пропекается а высытая была вся огромная семья жили в семье дружно друг другу помогали одни по хозяйству поспевали другие более трудились никакой работы не страшились старых всегда уважали молодых оберегали бывало соберется за столом вся семья хозяин во главе угла по правую руку старший сын по левую руку сын второй а женщины все сидели на скамейке ресторанной как говорили тогда столб это божья ладонь и поговорка огонь а если хлебом пуска столб это доска вот и старалась хозяйка тогда чтобы на столе всегда была еда а дело хозяюшки не счесть тупички хлопотать пряжи напрясть сесть присядет девица над онцем возьмет в руку для нефонца кудель расправляет ниточку добывает или ручник руки возьмет вышивать начнет а может горжник пошивает а может утирать да дел у хозяйки немало а тут и дитя зарыдала к люльке мамочка идет и детку накормит колыбельную споет вот так с утра до ночи время идет в заводах русская едва живет да вы к нам чаще заходите на сундуке посидите я вам щитку надеюсь самоваром и расскажет у меня немало мне все успел показать до встречи буду вас ждать удачи так так и